Приветствую любителей предметно-материальной истории очередной традиционный маркет антиквариат и винтаж в арт-центре бронзовая лошадь открылся предметов очень-очень много ждем гостей и сделаю вам короткий обзор выставочных предметов кухонная утварь различные есть желание пообщаться бене давай расскажи чё за ванна чугунная но это английская ванна для угля чугун весит больше 10 килограммов сюда это ёмку для совочка отметки сюда насыпали замечательно давай сначала это голландская голландский зольник сделано форме сахарницы керамические ручки живопись на ручках материал латуни это можешь цены сразу называть будет полезней цена 12500 вот 12000 это комбинированная вот чеканочка комбинированная латунь и медь тоже 12000 зольник две ручки чтоб удобнее было высыпать золу под фруктовые деревья которые накопились после использования камина это каминный набор полный каминный набор тут есть и щипцы есть багор не просто а с крючком чтоб легче было цеплять поленье не пользованная не пользованная щёточка материал бронза латунь замечательно цена 12000 рублей это сетка под камин простенькая но вся просто красота в простоте функционально можно использовать цена 14000 бронза латунь металл чем проще линии формы тем больше красоты и силы как из великих сказали ну мы уже посмотрели это вот такая вот для зонтов и тростей она снизу с утяжелителем она тяжелая клеменая вот клеймо цена 14000 рублей это сковородка сковородка середины двадцатого века голландская сковородка очень добротно можно использовать внутри там еще лучше не внутри мужики можно сейчас использовать это бронзовая ручка тут дерево очень сделано мощно очень тяжело не толстая не тонкостенная толстостенная это три россии 3 до этого есть россия клейма нет потому что они очень часто затирались это более позднее первая половина двадцатого века а эти ушастые это начало двадцатого века может быть конец девятнадцатого века очень изящный кувшин низ бронза он тяжелый здесь сделано форме змеи или дракона и вот можно посмотреть он весят украшает до чеканочкой вот тоже видите кантик тоже украшен чеканочкой что придает данному кувшину определенный шарм это утюг вот бельгия да здесь открывается он поддувало ручка интересная внутри сеточкой полной комплектации чугун литье ручка дерева середина двадцатого века пиццы не забывай 8 500 кувшинчик и 5 500 такой вот утюжок ступки 5 500 5 500 и 3 500 это кашпот для цветов медь кованый металл все отстучу вручную было отстуком да вот ручная работа мы не торопим ручная работа и вот такая вот винтовая изящная ручка в идеальном состоянии хочу обратить внимание на чайник номер 2 это подожди не спеши номер 2 бронзовая ручка чайник медь довольно толсты стены шарообразной формы вот с такой штучкой и трубчатая ручка которую удобно брать и поскольку воздух да уменьшить теплоотдачу вот такое вот сколько стоит чайник 8 500 вот такое вот кашпо ручная чканка здесь бронза очень тяжелая вот такие львы по бокам вот вот довоенная довоенная германия бронзовый подсвечник вот где-то середины первой половины 20 века высота около полметра вот интересная фигура весна такая парковая больше 90 вся она в ручной проработке вот весь узор литье глаз и веки все проработано вручную это копия фигур знаменитого скульптора вот здесь как бы клеймо авторская подпись да и весит больше 30 кг высота больше 90 см цена 265 тысяч это бельгийская бронза на граните она с сертификатом вторая половина 20 века сертификат говорит что это оригинал вот здесь есть тоже да, производство этого бельгийского завода этот бельгийский завод был основан в 1921 году вот дальше это бронза бронза такая вот карета да сейчас интересная скульптура Петра первого тоже ручная бронза литье цельнолитой тяжелый с ручной проработкой здесь был ценник это СССР конец 20 века вот изящных пара подсвечников это снимается также здесь есть эти вот штучки снимается под разом размер свечей латун по золоте остатки по золоте здесь видны конец 19-го начало 20 века вот второй да вот второй очень четкое литье это вот пара подсвечников ну тоже середина 20-го века совсем большие свечи да хочу это австрийская статуэтка второй половины 20-го века Австрия вот здесь клеймо есть вот она Австрия интересная редкая бульетка хочу обратить внимание чем она интересна тем что во-первых она тяжелая толстостенная Англия и внутри она нагревается для как самовар как самовар да вот ручка дерева это Англия начало 20-го века вот вторая бульетка цените это будет 18 тысяч стоит вот тоже 18 тысяч Англия посеребрение все родное штифты родные вот ключики спиртовочка в отличном состоянии замечательно лампы красивые да лампы красивые это лампы все конца 19-го века вот изящное литье с ручной доработкой вот вот клеймо колбы без колобли трещин вот интересная лампа тоже бронза с остатками позолоты на граните лампы высокая да и колба хрусталь да с ручной доработкой это керамика 19-й век Матадор вот эта фирма Матадор в 19-м веке поставляла керосиновые лампы и в царскую Россию а вот тут у нее интересный фитиль вот такой вот посмотрите какая сеточка там на фитиле вот все в рабочем состоянии вот можно продемонстрировать несмотря на годы данная лампа можно да фунциклирует до сих пор это база хрусталь с элементами ручной доработки вот можно посмотреть звон здесь камень фонтан и бронза вторая половина 20-го века вот ваза фонтан довоенная ваза это бронза литье на таких вот львинных лапках и хрусталь тоже ручной доработки Италия бронза фарфор ну сам вид говорит за себя очень красиво эффект кофемолку ты хотел показать еще да кофемолка вот кофемолка середины первой половины 20-го века бронза тяжелая очень изящная ручка вот это регулятор величины помола вот так вот она вращается это выдвигается все в рабочем состоянии хотел внимание обратить на подсвечник очень литье вот здесь сатир вот середины тоже первая половина 20-го века под разный диаметр свечи можно использовать на трех ножках а вот очень эксклюзивная вещь это хрустальная пепельница очень тяжелая говорит о высоком качестве хрусталя так как большое содержание свинца в нем стильная и здесь надпись она была подарена 12-му полицейскому управлению в 37-м году в Берлине пепельница под сигары в единственном экземпляре цена 35 тысяч рублей вот да фонтан 15 тысяч рублей и бельгийский набор толстостенная медь комбинированная с латунью и бронзой вот клеймо в идеальнейшем состоянии это чайно-кофейный набор потому что здесь есть сеточка где можно заваривать чай и как бы сам вид кувшина говорит что это кофейник то есть комбинированный это Тобби бронзолитье цельнолитой тяжелый кто? Тобби это что такое? ну Тобби вот кружка Тобби Англия кружки пивные такие это вот еще одна Англия с изображением без клейма середины первой половины 20 века керамика цена 5 500 вот и очень интересная кружка это здесь собирают хмель а здесь пивовары уже выпивают пиво ограниченная серия немецкая кружка олова в идеальнейшем состоянии фарфор 6 500 рельефная оловянная кружка с отличным рельефом клеймо середины 20 века тоже состояние отличное цена? цена 6000 рублей вот кружка необычной формы да, с маленькой ручкой где-то на литр пена будет больше, чем пена ну, она очень, зато очень стильная цена 6 500 нормальные подарки такие вполне доступные 15 000 рублей кружка да, она из полковых кружек одна из самых больших есть которые поменьше это большая кружка в идеальном состоянии и летофания на просвет можно видеть вот девушка сидячая ну да, что-то там видно вот цена 15 000 рублей вот музыкальная кружка пиво не хватает да пиво не хватает что-то пилика да, ну вот она музыкальная здесь ограничитель есть когда ставишь музыка прекращается то есть пока пьешь да, пока пьешь только играет эдельвейсы ручная работа керамика вот очень четкая ручная работа вот она разработалась вот кружка объемом полтора-два литра очень большой рельеф вот видите как 3D выступают фигуры да с лосем здесь белочка ручка олова цена 14 000 рублей бюст Гагарина ЛФЗ каких годов ну 70-е года потому что Гагарин полетел когда в 60-е года в 70-е да вот редкий очень бюст цена 25 000 рублей это Валендорф середина 20-го века ну да много будьте с козленком вот эксклюзивная пара тонко бисквит это стопочки лафетники с эсеровским клеймом цена 11 копеек была вот с ценником еще полный набор в идеальном состоянии цена 3000 рублей фигурка Валендорф мы уже ее показывали да это мы тоже показывали карета каподемонта с родной биркой вот длина чуть больше полметра ну каподемонт рекламе не нуждается вот это набор эгоист Англия цена 7000 рублей это охотничий набор нож с вилкой для разделки дичи да вот тут прищепочка очень хорошая цена 4500 это набор фигурок Гебель из серии счастливое детство вот тут цена 3500 за каждого тарелка мейсон 1977 год вот тут указан оригинал живопись цена 4000 рублей ранее каподемонта ранее каподемонта мальчик соснопон это показывает для него еще отличная проработка не совсем ранее но каподемонта 60х годов royal dux изящная статуэтка очень тяжело передавать когда фигура находится в движении это как касается живописи скульптуры но здесь передано не только движение но и ветер который развивает платье такая очень красивая фигурка и очень хорошо сделано вот тут клеймо цена 12500 это ручной работы пепельница в форме ладьи стекло ручная работа цена 5000 рублей это набор лямош середины 20 века латунные ложечки в позолоте и вот такие вот икорницы вот клеймо лямошевская под черную под красную икру а можно и наоборот ваза из молочного стекла на изящной ножке ручная работа молочное стекло фигура охотника каппадемонте довольно большая около 40 сантиметров высотой охотник дичь охотничья собака с ружьем вот каппадемонте вторая половина двадцатого века цена 17000 рублей это royal ducs 60-е годы мальчик с собакой вот клеймо довольно не частая фигурка цена 26 500 это ваза керамика живопись воздушно смотрится так как бы очень свежо бабочки растительный орнамент вот клеймо фирма bosch голландия либо бельгия пара вас с одной стороны такой сюжет вот когда устает глаз можно поменять сюжет вас тоже очень яркие вазы позолота это голландия ну вот мы подошли двум парным вазам с разным рисунком вазы одинаковые это старый париж здесь клеймо нет но есть номер номер позолота парфор все в отличном состоянии шкатулка шкатулка деколь с ручной доработкой это германия тогда согласен тогда согласен тогда согласен тогда согласен ну вот цена по всему остальному что мы делаем светильник каппадемонте ручная работа это вот стрекозы сделаны стилизованные цветы подставка сама бронза и что самое интересное вверх подставки более такой обмытый а низ литье очень четкое сделано для того чтобы глаз больше останавливался на самом торшере табакерка 19 век китай бронза клуазане перегородчатая эмаль это более современная с середины 20 века тоже шкатулочка тоже клуазане китай очень трудоемкая хочу остановиться очень трудоемкая работа делать эти вещи от такой техники даже не в восторге был сам Фаберже потому что представьте отлить вазу из латуни потом из полосы толщиной миллиметр сделать все вот эти вот окантовки цветка вот эти вот все штучки припаять полосу на ребро и потом насыпать порошок ставить в печь что для образования эмали и потом зашлифовать ее до зеркального блеска чтобы оставались только видны полосы очень интересная шкатулка агитация 51 год подпись художника халун в плечном состоянии цены не назвал шкатул пятерка четыре и двенадцать пятьсот вот вот три тройки это кружечка бавария в идеальнейшем состоянии костяной фарфор то есть блюдце с чашечкой пирожковой тарелкой цена по три с половиной тысячи за любую так дальше стеночку пара тарелок ручной работы конца девятнадцатого века предположительно россия на тему охот бельефный рисунок да бельефный рисунок да бельефный рисунок двадцать первого года там внизу есть ценник с годом когда выпущен двадцать первый год барометр резьба дерево это на тарелках до довольно большого размера с античные сценами такое впечатление что они только сошли с полотен рембрандта вот это куча ройтов середины века очень приятная живопись на дереве в деревянной раме это Англия середина века это живопись Германия такая вот выпуклая это Франция наполеонский верхняя тарелка это Франция наполеонский баталии Наполеона позолока деколь ручная доработка оловянная тарелка середины двадцатого века Германия подожди давай так это восемь пятнадцать пара тарелок пятнадцать это очень хорошая цена и пятнадцать тысяч барометр картина довоенная картина на дереве Германия выполнена на доске вот вот кованые кованая штучка такая вот крючок за который вешать да и гвозди ковы да авторская подпись картина середины двадцатого века рама дерева холст масло авторская подпись у нас рыбацкая тема человек выводит рыбу недалеко от цены картина двадцать вот эта картина пятнадцать очень хорошая цена и это кайзер позолота деколь тарелка большой размер цена двенадцать пятьсот замечательно спасибо где найти искать магазин магазин находится в станице северской центральный рынок напротив входов супермаркет победа спасибо